Хочешь нарисовать графику для своей игры, но ручки растут не из того места? Исправим. Просто смотри это видео и повторяй за мной. И у тебя обязательно всё получится. Поехали! Здорово! С вами Арталаски. В этом видео я покажу, как быстро и легко нарисовать графику для своей игры самостоятельно. Ну точнее её большую часть. Мы её придумаем и быстренько так отрисуем. Итак, я уже ранее делал видео по рисованию ну очень простой графики, которая потом породила множество клонов на Google Play и даже парочка экземпляров в Steam попалась с этой графикой, но значит оно действительно оказалось кому-то полезным. И я полагаю, что это видео тоже окажется не хуже. Тем более, что уровень мы будем сейчас поднимать на несколько сотен процентов выше. Так, здесь у меня небольшое палево из прошлых работ, но вроде ничего 18+, поэтому прятать ничего не будем. А просто начинаем новый документ с сочетанием клавиш Ctrl-N, если вы крутой, или кнопочку Create New, если вы ещё тут не освоились. Размер? 1920х1080 пикселей это как-то, конечно, многовато. Но мы проделаем очень хитрую и простую штуку, которой вы тоже можете потом пользоваться. Так, сеточку мы спрячем с сочетанием клавиш Ctrl-H. И теперь идём в Image, Adjustments. И ничего подобного, потому что нам нужно сюда в Image Size. И здесь мы ставим для начала 25%. У нас тут получается разрешение 480х270 пикселей. В будущем вы можете сразу писать это число и начинать с него. Но просто у меня память как у рыбки, и я постоянно его забываю. И приходится проделать вот такие махинации. Нажимаем ОК. Наш холст значительно скукожился, но мы его просто приблизим, удерживая Ctrl-Пробел. И левую кнопку мыши мы потянем в любую сторону, чтобы вот так вот масштабировать. Но тут уже разберётесь. Влево отдаляем, вправо приближаем. Ну, может быть и наоборот у кого-то, конечно. И да, чтобы не было ещё одной сотни комментариев, которые люди спрашивали, что это за программа. Это Photoshop. Как указано в названии и описании видео. И ещё вот этот вот логотип. 2018 года. Adobe Photoshop CC. Всё, идём дальше. Здесь нам понадобится инструмент карандаш, не кисть. Потому что кисть у нас будет оставлять вот такую вот ерунду. То есть она у нас будет слишком гладкая. Но мы люди брутальные и жёсткие, поэтому нам нужны жёсткие края. Только это другая кисть. Нам нужны вот такие вот рваные ободранные квадраты. Вот только всё это дело мы отменяем. Нажав сочетание клавиш Ctrl-Z и ещё лучше Ctrl-Alt-Z. Потому что если мы будем нажимать Ctrl-Z несколько раз, программа просто будет нас тролить и возвращать возвращённое действие. Поэтому только Ctrl-Alt-Z. Не благодарите. Ну, на крайняк всегда можно пойти в Edit. И вот это вот страшное сочетание из английских слов. Вот именно вот его не надо нажимать. А нажимайте вот это вот. Alt-Ctrl-Z. Step Backward. То есть шаг назад. И тогда всё будет окей. Ладненько, поехали дальше. Нам нужно создать новый слой. Делаем это либо через кнопочку, либо через сочетание клавиш Ctrl-Shift-N. Появляется вот такое вот окошко. Мы здесь можем назвать слой, как нам надо. Но нам никак не надо, поэтому мы либо щёлкаем Enter, либо нажимаем ОК. Итого мы создали два слоя. Ну, один можно удалить. Либо также через Delete. И так, что же нам нужно сделать. Для начала убедитесь, что вы на слое с бэкграундом, то есть слой фона. Тут ещё обычно такой замочек стоит. Но я не люблю закрытые замки, поэтому мы его продублируем через сочетание клавиш Ctrl-G. И предыдущий слой удалим, чтобы он не выделывался. А на этом слое мы выберем заливку клавиши G. Но, возможно, её придётся нажать несколько раз, потому что к ней привязано сразу несколько инструментов. Градиент и обычная заливка. И нам нужен какой-нибудь цвет фона. Если вы не умеете подбирать цвета, я вам крайне рекомендую воспользоваться какими-нибудь готовыми палитрами. Например, от иностранного коллеги Mort Mort, который также занимается пиксель-артом и который сделал достаточно приятную цветовую палитру. Я думаю, вы разберётесь, как её скачать и как поставить. Но если всё-таки нет, то самый простой вариант будет нажать PNG Image и просто сохранить вот эту вот штуку. Это действительно самый простой вариант. Также есть ещё одна хорошая палитра векторного художника под названием Гигантик. У него тоже есть свой канал на YouTube. И он тоже делает достаточно интересные вещи. Одна из которых будет вот такая вот палитра, которая первое время вам сэкономит много сил, нервов и времени. Поэтому определённо её стоит скачать. Ну а палитры, естественно, я выложу ещё в пост, в группу, чтобы вы хоть как-нибудь туда зашли и подписались. Ну а мы возвращаемся обратно. И, собственно, нам эту палитру теперь надо сюда как-нибудь перенести. И нет ничего проще, чем просто её нажать... чем нажать на неё правой кнопкой мыши, чтобы ничего не произошло. Нажмём ещё раз. Откроем её с помощью... с помощью... с помощью... ага... с помощью Photoshop. И только попробовать ещё раз спросить, что это за программа. У нас теперь здесь появилась дополнительная вкладка с этим документом в виде палитры. Мы, в принципе, можем её просто немножко вот так вот организовать. и у нас будет такое плавающее окно. В принципе, оно нам даже и мешать-то особо не будет. Мы можем даже ещё... нет, не можем, показалось. Теперь выбираем отсюда какой-нибудь цвет. И даже есть такая вот хитрость. Давайте просто вот это вот сейчас сделаю, всё скопируем. вот, вот конкретно вот это вот. Перенесём вот так сюда. И через свободную трансформацию, это сочетание клавиш Ctrl T, либо через Edit Free Transform. Вот так вот, удерживая Shift, чтобы привязывать его к осям, мы поворачиваем, немножко уменьшаем. И здесь, в интерполяции, ставим по соседним. И можем даже это дело вот так вот растянуть. Если вам это не напоминает травку и небо, то либо у меня для вас плохие новости, либо у вас для меня. Но здесь, на самом деле, слишком много цветов, нам они сейчас все не понадобятся, поэтому мы просто так прикинули, как это будет в целом выглядеть, и возьмём цвет, так сказать, посередине. Ну, практически. Это будет вот этот цвет, и это будет у нас цвет неба. Теперь на новом слое, который мы создавали в начале видео, и выбрав инструмент карандаш, мы нажмём F5, чтобы слегка настроить кисть. По стандарту, если у вас ещё нету простой круглой кисти, хотя это было бы немного странно, давайте выберем другой цвет. Чтобы их просто сбросить, можно нажать клавишу D, а через клавишу X мы будем их менять местами. Это довольно удобно, но это уже в другой раз. Посмотрим, какое у нас тут расстояние, точнее, какой у нас будет масштаб на пикселях. В принципе, нам здесь вполне будет всего хватать, но, как видите, у меня кисть как будто бы вот так вот притормаживает и лагает. На самом деле здесь включено сглаживание, что-то вроде Lazy Mouse, который позволяет рисовать плавные линии. Конечно, сейчас это не верх плавности, но для примера, если мы её отключим, то вы сами прекрасно видите разницу. Ну, а если не видите, то ничего страшного, мы всё равно идём дальше. Нажимаем Ctrl-A и Delete, чтобы всё это стереть. И через Ctrl-Пробел, чтобы у нас появилась вот эта лупа, удерживая левую кнопку мышки, и всё так же просто приближаем. Нам теперь нужно нарисовать платформу. И я для неё возьму сначала какой-нибудь такой земляной коричневый цвет. И снова вернёмся кисть. Если у вас действительно нету кисти просто круглой, которую можно переместить в один вот так вот пиксель, то есть размер всего, чтобы был на единицу, то её нужно просто создать самому. Для этого нажмём Ctrl-N, чтобы создать новый документ. Размеры ставим 1 на 1 пиксель. Заливаем чёрным цветом. Edit. Define Brush Process. И нажимаем ОК. Но я нажимать не буду, потому что у меня уже такая кисть есть. Вот она у меня. Только она уже настроена. Возвращаемся к нашему цвету. И сделаем вот что. Мы увеличим размер до 10 пикселей. У нас получится как бы вот такой вот кругляшок. Ну и если вы хотите сделать немножко другую кисть, чтобы она была не круглой, а квадратной, то самый простой вариант будет в этом же документе, который мы с вами создали, увеличить его несколько раз, например, чтобы у нас был 10 на 10 пикселей. И так же создаём из него пресет кисти. Смотрим, что у нас получается. Не забывайте переключаться на карандаш. У нас получился вот такой вот кубик. Им будет удобно рисовать такие вот блочные элементы. И можно даже ему поставить расстояние больше между отпечатками. И теперь самое интересное. Можно рисовать сразу прямыми линиями, удерживая Shift. Поставили одну точку, удерживаем Shift. И щелкаем в другой точке. Магия! Хорошо, побаловались, разобрались. Теперь давайте уже делать серьёзно. Мы для начала сделаем маленького персонажика. Для начала я даже не знаю, какой цвет ему выбрать. Ну пусть будет вот такой вот. Это у нас будет простой вот такой вот прямоугольник. Но сейчас мы его немножко подрежем. Ластик, напоминаю, на клавишу E. И через выделение давайте немножко его так вот сдвинем, чтобы он был не такой жирный. Я пока не знаю, где у него будет голова, но допустим она будет где-нибудь здесь. Я надеюсь, он не против. Собственно, используя созданные нами две кисти. И из вот этих вот прямоугольников мы сейчас сделаем просто нескольких разных персонажей. И посмотрим, какой нам из них больше понравится. И здесь вам уже придётся самим немножко поэкспериментировать, чтобы получить наиболее интересный результат. Который бы нравился и вам тоже. Я на всякий случай через выделение и Ctrl-Alt и левую кнопку мыши делаю несколько дубликатов. Которые просто всячески буду изменять. Пока не найду тот вариант, который мне понравится больше всего. И на этом с персонажем пока можно закончить, чтобы не сделать его слишком сложным и детализированным. Что касается остальных частей, можете также с ними поиграться. Возможно, вам придёт какая-нибудь интересная идея, которую вы реализуете в следующем персонаже. Такое тоже бывает. Если вам цвет всё-таки не подходит, мы всегда можем нажать F6, либо нажать на вот этот вот квадратик. И сделать цвет либо темнее, либо светлее, в зависимости от ваших целей. Я лично хочу сделать его более красным и более тёмным. Давайте попробуем. Также можно подбирать цвета и другим способом. Например, с помощью волшебной палочки. Толерантность поставить на 1, отключить сглаживание и проверить, чтобы стояла галочка здесь. Нажимаем на интересующий нас участок. Через сочетание клавиш Ctrl-H мы прячем. Прячем. Всё вот это вот выделение. И вообще все вспомогательные элементы. И теперь, через Image Adjustments, Hue Saturation, мы можем выбрать интересующий нас оттенок. Затем добавить или убавить ему яркости и насыщенности. Ну да ладно, с этим пока что-то не задалось. Перейдём к платформу. Здесь я предлагаю создать простой Table Set, который у нас будет действительно очень простым. Создаём новый документ 24 на 24 пикселя. Заливаем его земляным цветом через заливку. Нажимаем Ctrl-A, чтобы выделить всё. Ctrl-C, чтобы скопировать. Ctrl-Tab, чтобы вернуться на нашу предыдущую вкладку. И Ctrl-V, чтобы вставить. Если вы это сделали, то вы просто красавчик. А теперь давайте это немного подвинем. Я выбираю инструмент, собственно, перемещения. Горячая клавиша V. И немного большевато у нас получился кусочек платформы. Поэтому, нажав Ctrl-T, это у нас, напоминаю, Free Transform. Здесь мы его уменьшим в два раза. То есть поставим здесь 50%. Вот так. Напоминаю, что он у вас на новом слое, потому что вы его скопировали и вставили. И теперь, через инструмент выделения, горячая клавиша M, и через Ctrl-Shift-Alt и левую кнопку мыши, мы его также продублируем. И теперь то же самое, только уже вниз. У нас должно получиться 9 вот таких вот ячеек. Берём более тёмный цвет. Таким образом. Это у нас будет такая основа тайл-сета, которую мы также продублируем. Как это сделать, я уже напоминать не буду. Но нам понадобится ещё зелёный цвет. Это у нас будет травка. Ну, в принципе, это как бы логично, конечно, но мало ли. И теперь нижние тайлы мы вот так немножко скруглим. Да, собственно, и верхние тоже. Чтобы у нас это получилось вот таким образом. Но чтобы это не было слишком уж так просто, давайте возьмём тот же самый цвет. Точнее, даже давайте сначала возьмём что-то посветлее для проверки. Вот так. Почему бы и нет. И сделаем вот такой вот узорчик. Кстати, вот эти угловые тайлы мы можем немножко разнообразить. Тем самым, что сделаем здесь немножко другой узор. Ну, собственно, и на нижних тоже. А можно даже, знаете, попробовать вот этот вот маленький цвет. Маленький, точнее, камушек. А его сделать менее ярким и менее насыщенным. И тоже немножко его так разнообразить. Теперь он у нас не должен быть таким уж прям сильно повторяющимся. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я просто через выделение их буду дублировать столько раз, сколько мне, ну, скажем так, захочется. Как видите, затайленность всё равно появляется. И видно много повторяющихся элементов. Но на самом деле я просто сейчас привёл пример далеко не самого удачного телосета, который делают новички. На самом деле всё можно сделать гораздо проще, быстрее и симпатичнее. Давайте посмотрим, как. Так же возьмём вот эту нашу основу, продублируем её. А теперь самое интересное. Многие художники предпочитают делать вот такие вот линии, как бы подсвечивая его. А с обратной стороны, наоборот, более тёмный вариант. Но он у нас тут уже есть. Точнее, у нас тут уже есть более тёмный цвет, а в палитре его нет. Поэтому мы его сделаем немножко сами. Собственно, что нам для этого нужно сделать? Выбираем основной цвет. Делаем чуть-чуть ниже по яркости. И чуть-чуть влево, чтобы убавить насыщенность. И здесь опустим немного ползунок вниз. Но цвет у нас практически сливается, поэтому нужно опустить ещё ниже. Вот так уже больше похоже на правду. Тогда будет образовываться уже более интересная и простая структура, которая нам больше подходит под нашего персонажа. Так. Но мы можем столкнуться с тем, что она здесь просто пусто, и ничего нету. Что выглядит не очень-то интересно, поэтому давайте мы это дело разнообразим вот каким образом. В принципе, даже тот же самый цвет тёмный возьмём. Проведём вот такую вот линию, удерживая shift. И сделаем её потолще. То есть проделаем эту операцию несколько раз. Я думаю, можно даже ещё. Вот так. Давайте попробуем затаять одного только его. и видим, что у нас здесь вот эти вот края, они как бы обрезанные. Нам от этого нужно избавиться. Поэтому мы эти края тоже здесь немножко вот так вот подрисуем. Посмотрим теперь ещё раз. И немножко нам не хватает. С вот этой вот стороны. Пробуем. И теперь у нас всё практически отлично. Только вот здесь вот тоже не хватает. То есть сделаем это симметрично. Вот так. Пробуем. И у нас получается вот такая вот наклонная диагональ. В принципе, уже только с этим можно создавать основной тайл-сет. Давайте просто проделаем также несколько плиток вот этих тайлов. Возьмём тёмный цвет. Скруглим сначала края только. Также нам нужно ещё чуть-чуть его разнообразить. Для однослойных, так сказать, платформ мы продублируем верхнюю его часть и сразу ему сделаем вот такое вот дно. Сейчас, я думаю, вы уже поймёте зачем. И, наконец, ещё одну такую штуку проделаем. И давайте проделаем вот такую штуку. Мы создадим корректирующий слой. Hue Saturation и Saturation убавляем на ноль. И мы видим, что цвет неба у нас сливается с цветом травы. То есть он практически одинаковый в чёрно-белых тонах. Отключаем здесь глазик, тыкаем в него и просто возьмём более светлый цвет в палитре. Давайте теперь нарисуем флажок, который у нас будет символизировать выход с уровня. Не бойтесь использовать те же самые цвета, которые использовали на других объектах. Это, наоборот, будет вам придавать определённую стилизацию. Возможно, его будет логично сделать немножко другим цветом, но вот этим цветом я сделаю, как бы это ни странно было, что-то вроде монетки. На которую нам понадобится обводка, чтобы она также не сливалась. Впрочем, цвет обводки у нас тоже сливается. Но это не такая большая проблема, потому что мы создадим новый слой, на котором возьмём более тёмный и зелёный цвет и набросаем своего рода кустики. просто вот такой вот силуэт. Возможно, здесь больше подойдёт другой цвет. Хотя у нас вот есть ещё и другие цвета. Вот, отлично. Вот этот цвет нам подойдёт больше всего. И, как видите, здесь он у нас уже так не сливается, а даже, наоборот, выделяется. Это очень хорошо. Сделаем несколько таких кустиков. Они нам пригодятся и очень даже сильно. Можно даже это было делать более большим размером кисти. То есть даже просто наставить вот таких вот отпечатков. А затем просто их вот так вот выровнять. Давайте сразу это аккуратно здесь сложим. И я думаю, нам пора убирать отсюда всё лишнее. Например, вот этих вот персонажей. И вот эти вот не самые удачные тайлы. Просто выделяем и нажимаем Delete. Они нам больше не понадобятся. Не забываем почаще сохраняться. мы сейчас своего рода делаем что-то вроде Атласа. Но также давайте сейчас всё вынесем сначала отдельно. И сольём в один слой. Для этого, держивая Ctrl, я выберу все нужные мне слои. И нажму Ctrl-E. Теперь у меня всё это на одном слое. И я просто здесь немножечко так сделаю что-то вроде макапа. Собственно, есть резон сделать маленькие кусочки кустиков, так как всё равно большую часть из них будут составляться без привязки к сетке. Чтобы у нас не получился куст больше, чем платформа. Чтобы такого не произошло, мы можем из вот этих вот маленьких кусочков, когда без привязки к сетке, мы можем составлять уже так сказать разные кусты. Такой конструктор кустиков. И чем больше у вас будет такого, скажем, набора, тем проще вам будет собственно это всё составлять. Не обязательно, чтобы он вообще был на всю платформу. В принципе, на некоторые можно даже и вообще его не добавлять. Теперь, что касается монетки. Очень уж она у нас немощная. Не нравятся нам такие монетки. Но я бы даже добавил не монетку, а что-нибудь такое необычное. Потому что монетка есть уже реально чуть ли не в каждом платформере. А вот какой-нибудь кусочек кристалла, конечно, тоже есть, но уже встречается не так часто. Давайте сделаем её более насыщенной. Через сочетание клавиш Ctrl-L подвинем вот так вот эти ползунки, чтобы она у нас была более контрастная. А через сочетание клавиш Ctrl-L подберём ей более подходящий цветовой тон. В принципе, вот этот вот мне в принципе стандартный, даже, по-моему, смотрится получше. Поэтому его пока и оставим. То же самое можно попробовать проделывать и с монеткой. Хорошо, с этим мы ещё разберёмся. Придумаем, что у него будет интересное. А пока что сделаем слой ниже. И через большую кисть, которую мы немножко повернём и сплющим, возьмём более тёмный синий цвет. Нет, более тёмный она сейчас будет актуальнее. И вот таким простым движением вверх-вниз мы будем создавать фон. И теперь, удерживая Ctrl, нажмём на пиктограмму нашего слоя, чтобы у нас здесь было ещё... чтобы наши горы стали как бы маской. Возьмём ещё более тёмный цвет и таким же движением, но уже более плавным, создадим вот такую вот штуку. Как бы более ближний план. Ну и совсем уж тёмным цветом можно добавить ещё более ближний план. Но, как видите, он у нас тут уже начинает сильно контрастировать. Поэтому я его выделяю, беру вот этот вот цвет, ставлю opacity где-то процентов на 17 и несколько раз вот так вот прохожусь по нему полностью. Можно даже ещё разок. Вы, кстати, можете взять ещё более тёмный цвет, чем вот эти кусты, и сделать им обводку. Но тут уже... Смотрите сами. Будет ли вам нравится с обводкой или без неё всё-таки будет смотреться лучше, тут уже решать вам. Можно так вот сделать имитацию тени под кустом. Но, опять же, не всегда это будет смотреться правильно и интересно. А просто возьмите наших персонажей, скопируйте их на новый слой и поставьте их сюда. Как видите, они немножко у нас сливаются. Можно попробовать их сделать чуть-чуть контрастнее. Но я придерживаюсь такого правила. Если вы уж начали делать обводку на каких-то элементах, то лучше её, пожалуй, сделать всё-таки везде. Даже на персонажах. Ну, в принципе, на персонажах в первую очередь. Здесь я пока в кустах обводку немножко вот так вот порежу. И что касается персонажей, это может значительно изменить их внешний вид. Пока что возьму просто чёрный цвет. И, как видите, уже получается совсем не то, что было в начале. Но порой это может натолкнуть на интересные идеи, которыми надо будет потом воспользоваться. Что ж, у нас уже есть два почти готовых персонажа, которых надо только анимировать. И если вам интересно продолжение этой части, в которой мы нарисуем что-нибудь ещё, то обязательно пишите об этом в комментариях, и мы что-нибудь придумаем. Что ж, если это видео тебе понравилось, подписывайся и ставь лайк. Ну, а также не забывайте листы своими работами у меня в группе ВКонтакте, чтобы получить критику, оценки, ну и просто так. Ну, а также на Камроуде уже открыт предзаказ курса по рисованию пиксельных фонов. И если тебе эта тема интересна, обязательно перейди по ссылке в описании. Ну, а с вами был Арталаски. Пока!